Китай и Россия могут остановить США. Политика. Китай. Сегодня 20 октября 10.24. Китай и Россия могут остановить США. КНР и РФ координируют усилия по самым острым международным проблемам. Михаил Морозов. Комментарии в просмотров 1815. Фото. Зюма. ДАС. Как заявил посол КНР и РФ Чжан Хань Хуэй, Китай и Россия ответственны за поддержание международной стабильности и мира и для этого совместно работают на международных площадках, координируют внешнеполитические шаги по самым важным вопросам мировой политики. В частности, посол сказал, что в ответ на выход США из договора о ракетах средней и малой дальности, КНР и РФ скоординируют усилия, чтобы убедить страны, которым США могут предложить размещать такое оружие на их территории, чтобы они не принимали такие предложения. Это оружие не может гарантировать безопасность этих стран, а наоборот подрывает ее, создает дополнительные угрозы. Прежде чем поднимать такой камень, надо подумать о том, а не отшибет ли он ноги. В конечном счете, это невыгодно. Ведь эти страны рискуют начать борьбу с двумя гигантами, как муравей против слона. По мнению Чжан Ханьхуэ, заявление президента России о помощи КНР в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении как раз является реакцией на выход США из ДРСМД. Как известно, ранее, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать Китаю помощь в создании системы предупреждения о ракетном нападении, включающей большие наземные радары и спутники раннего предупреждения. По словам Путина, такими системами на сегодняшний день располагают только Россия и США. Реализация такого замысла кардинальным образом повысила бы обороноспособность КНР. Читайте также. Северный поток-2 дорожает в цене. Шведы прижимают «Газпром» к стенке судьбоносное решение на доллар 2,5 миллиарда. Отразиться на будущем транзите газа через Украину. «Совместная с Россией работа по созданию для Китая системы раннего предупреждения о ракетном нападении только начинается, но я уверен, что она принесет хорошие результаты», заявил посол КНР и подчеркнул, что эта система имеет сугубо оборонительный характер. Гарантируя безопасность Китая, она не нанесет ущерба безопасности других стран. В то же время, по словам посла КНР, военного союза между Россией и Китаем в обозримом будущем не будет. Все двусторонние межгосударственные документы предусматривают отказ КНР и России от такой формы сотрудничества и конфронтации с третьими странами. «Мы – братья, а это больше чем союзники», – сказал глава депмиссии КНР. Говоря об острых вопросах текущей политики, Чжан Ханьхуэй сказал, что Китай и Россия совместно выступают за территориальную целостность Сирии, против терроризма в регионе и в мире. Он раскритиковал военную операцию Турции, назвав ее агрессией против суверенного государства. «Мы против интервенции Турции в Сирии, все-таки это другая страна, это территория Сирии. Нельзя под прикрытием борьбы с терроризмом вмешиваться в дело других государств, никто не имеет права, ссылаясь на так называемую «курдскую угрозу», совершить нападение на Сирию. Борьба с терроризмом – это задача всего мирового сообщества, а не одной Турции. Как сказал китайский дипломат, военная операция Турции – источник мира на северо-востоке Сирии может оказать негативное влияние на все усилия международного сообщества по сирийскому урегулированию и борьбе с терроризмом. Обман народа в ходе пенсионной реформы вступает в новую фазу. Путин активно вмешивается в международную политику, но своим старикам платит позорную пенсию. Посол КНР резко раскритиковал действия США, которые устраивают провокации и отказывают в визах российским дипломатам и официальным лицам, назвав это хулиганством. Такие действия США не соответствуют международным правилам и практике. Это оскорбление. Они обязаны гарантировать достойное отношение к каждому гражданину, пребывающему в страну. Они обязаны обеспечить доступ к площадкам ООН. По словам Чжэн Ханьхуэ, Китай и Россия активно взаимодействуют также и по вопросу урегулирования в Афганистане. Как сказал посол КНР, вскоре состоятся консультации по Афганистану с участием России, Китая, США и Пакистана. И китайская делегация обязательно примет в них активное участие. Особо тесное и продуктивное сотрудничество двух стран, как подчеркнул китайский дипломат, идет в рамках ЕАЭС и ШОС. По словам посла, в будущем году Китай планирует начать всеобъемлющее взаимодействие с ЕАЭС по всем направлениям – экономика, таможенное регулирование, гуманитарные контакты и другие направления. Что касается ШОС, то КНР в будущем году окажет всемирную поддержку России, как действующему председателю в ШОС, в подготовке саммита этой организации и в целом в ее текущей работе. Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией. Ее деятельность на территории России запрещена. Китай сегодня – 70 лет КНР, великая китайская победа над бедностью новости Китая. В Китае курьеров решили заменить дронами-доставщиками.